Как это не печально звучит, мы подходим к окончанию нашего курса и сегодня поговорим об установке Obsidian на мобильном. Ну точнее об установке говорить нечего, установили и пользуетесь себе. Приложение есть в Play Маркете, достаточно удачно сделанное, но тут уже возникает вопрос с синхронизацией. Можно воспользоваться платным плагином от Obsidian, кто может заплатить, хорошо, поможете разработчикам, они сделали классный продукт. А вот для тех, кто не готов платить деньги, наш сегодняшний урок. Первый вариант синхронизации — это использовать GitHub. Я вообще хотел сделать этот урок по нему, но тут все-таки высокий порог вхождения. Ну, не высокий, но он есть. Поэтому я отказался от Git в пользу более простой схемы, доступной всем сотрудникам любой организации. Просто имейте в виду, что для синхронизации с Git вам придется немного поработать с самой базой, по меньшей мере со ссылками. Их можно переделать постфактум с помощью плагина, а также с помощью другого плагина вы можете общаться с самим GitHub. Но рассказывать подробно об этом я не буду, мы переходим к мобильной версии. Вот так она примерно выглядит. Все в ней понятно и просто, но синхронизации напрямую с Google Drive тут нет, а база у нас лежит на Google Drive. У вас может лежать в любом облаке, главное, чтобы у него была возможность синхронизации с ПК. Синхронизировать папку на мобильном посредством Google Drive мы не можем. Значит, нам нужно что-то промежуточное. Какой-то коннектор. Я выбрал фолдер Sync. Не настаиваю. Может быть, есть решение лучше, но меня он вполне удовлетворил. Бесплатный. И вроде я не слышал о фолдер Sync дурных отзывов. Нужно разрешить доступ к мультимедиа и согласиться с расходом батареи. Но вроде батарею он не сажает. Возможно, если поставить синхронизацию, каждые пять минут будет сажать, но мы этого делать не будем. Don't consent. Итак, в чем смысл? С помощью фолдер Sync вы синхронизируете какую-то папку у себя на мобильном с Google диском. Открываете в Obsidian базу из этой синхронизированной папки и работаете. Ну то есть схема та же, что и на десктопе. А значит сначала нам нужно добавить Google аккаунт. И тут возникла проблема. Уже когда я сделал скринкаст, я понял, что в организации это работать не будет. Потому что если вы организуете доступ к базе через раздачу прав, то синхронизировать доступ к ней через фолдер Sync вы не сможете. Фолдер Sync просто не видит расшаренные папки. Он видит только те, что лежат у вас на диске в вашем аккаунте. Десктопное приложение по синхронизации кстати видит расшаренное, нужно просто добавить их ярлык к себе на диск. И был решил я опять вернуться к гитхабу, но есть еще один путь. Не совсем верный на мой взгляд, но что поделать, по крайней мере это сработает. Вы создаете аккаунт на Google диске исключительно под базу и всем раздаете логин и пароли. Это неправильно, я за раздачу прав, но иногда от правил приходится отступать. Или покупайте платную синхронизацию или учитесь общаться с гидом. Кстати про гитхаб, про синхронизацию и публикацию базы на гид я сделаю отдельный урок или уроки и добавлю в плейлист. И вот здесь наверху будет ссылка. Но это будет только если я пойму, что курс вас требовал. Итак возвращаемся в фолдер Sync и добавляем Google аккаунт. Если у вас корпоративная база, то вы здесь вводите логин пароль от аккаунта организации. Авторизовались. Разрешили. Все. Все говорит у вас в порядке. Я знаю, что все в порядке. Окей, сохраняем. И идем собственно выбирать, что мы будем синхронизировать. Плюс пара папок. Итак, нам нужна двусторонняя. То есть если внесены изменения в базе на Google, они отразятся у вас на мобильном. Или если вы внесли изменения на мобильном, они отразятся в базе на Google. Выбираем папку на сервере, то есть на Google диске. У нас база лежит вот здесь. База знаний. Окей. И выбираем локальную папку, то есть папку на мобильном. Создаем папку, например, Obsidian. И выбираем ее. Окей. Запускаем синхронизацию. Все, синхронизация прошла успешно. Запускаем Obsidian. Здесь говорим открыть базу из папки. И находим только что созданную папку Obsidian, которую мы синхронизировали с облаком. Открываем. Да, оно. Давайте попробуем внести изменения и посмотрим, отразится ли это в базе на десктопе. Собственно, единственная беда, что вам нужно запускать синхронизацию вручную. Ну, то есть можно поставить автоматическую каждые пять минут. Но вот это как раз будет потреблять батарейку, я думаю. Да и зачем вам гонять трафик. Мне кажется, в процессе наполнения база будет динамически меняться. А потом, в принципе, вы будете сюда заглядывать, чтобы посмотреть что-то. Ну и зачем вам тогда каждые пять минут синхронизироваться? Чем синхронизировались? Информация на десктопе изменилась не сразу. Прошло минуты две. Ну и, собственно, последнее. Все созданные синхронизации лежат у вас здесь, в заданиях. И отсюда же вы можете их запускать. Ну что, грустно расставаться с Obsidian. Когда я его открыл, я относился к нему как-то скептически. Notion кода — это да. Все красиво, удобно, а тут танцы с бубнами. Но по мере продвижения мне начинало казаться, что это там танцы с бубнами, а удобно как раз здесь. Именно за счет предельного упрощения. Поиск, теги и не нужны никакие таблицы и вьюсы. В Notion, кстати, поиском я как-то особо не пользовался, а здесь наоборот по-другому и не получается. Но это, как оказалось, сильно ускоряет процесс. Так что когда-то я переехал в Notion из Airtable, а сейчас есть у меня подозрение, что перееду из Notion в Obsidian. И тогда, может быть, сделаю несколько уроков в продолжение этой темы. Все, спасибо всем, кто смотрел и досмотрел до конца. Любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.